Сидихменова Ольга Витальевна, заместитель директора детской музыкальной школы по учебно-воспитательной работе. Уже 30 лет является преподавателем фортепианного отделения. У меня была очень музыкальная семья, несмотря на то, что родители не были музыкантами, но они всегда любили музыку, пели песни, танцевали. Даже я хорошо помню, как отец играл на гитаре, а я вокруг выплясывала цыганочку. И после того, когда мы, естественно, в детстве все ходили в детские сандики и видели, как играют музыкальные руководители на инструменте, это меня, конечно же, заразило. И я всегда просила родителей отдать меня в музыкальную школу на обучение. Конечно, эту мечту было тогда непросто исполнить, потому что был большой конкурс поступающих в музыкальную школу. Была такая маленькая девочка, и все думали, что я, наверное, не справлюсь. И я целый год готовилась к поступлению в музыкальную школу основательно, причем готовилась. Ко мне приходил преподаватель на дом. И мы выучили большую, серьезную программу. Все были, конечно же, в восхищении после того, когда я это все исполнила при поступлении. После школы я поступила в музыкальное училище имени Федора Павлова, в Чебоксарах училась, на фортепианном отделении. С успехом его закончила. И поступила по распределению опять-таки сюда, в детскую музыкальную школу работать, в качестве преподавателя. Обучение игре на фортепиано – сложный и длительный по времени процесс. Детским преподавателем может стать далеко не каждый музыкант. Для этого нужно, чтобы как минимум исполнительский талант и педагогический совпали. Преподавать или обучать музыке – все-таки это действительно интересно. И видеть сам процесс, когда к тебе приходит ребенок, который буквально не знает ничего, как чистый лист бумаги, ненотную грамоту. У него только есть огромное желание в глазах научиться. И ты видишь с самого начала вот этот процесс развития, изменения, духовного изменения этого ребенка, его рост, и как он растет, его растет, мастерство его растет. Это действительно гордость испытываешь, когда выпускаешь уже ученика. Тем более мы берем малышей и до конца их доводим. И мы действительно видим, с чего же мы сами достигли, как преподаватели. Безусловно, гордость любого преподавателя – это учащиеся, которые избрали музыку своей профессии. Индивидуальный подход к каждому ребенку творческого, увлеченность своей профессии, желание открыть ученикам прекрасный мир музыки – вот методические принципы, на которых основана работа Ольги Седихменовой. Больше шести лет занимаюсь, ходила на подготовку, учусь на фортепиано, хожу на хор. Мне нравится музыка, как звучит музыка, как ее исполняет Ольга Витальевна для меня. Учусь я тоже четыре года. Ольга Витальевна, она добрая, очень хорошая, ну, можно сказать, еще немножко строгая, можно сказать, так. Требовательная, да. Еще мне нравится заниматься фортепиано, потому что музыка красиво очень звучит. Вот, как сказать, удовольствие больше приносит. Вот, даже лучше, можно сказать, я занимаюсь. Настроение повышает. Пошли мы в подготовительный класс, попали к Ольге Витальевне. У нас, у нее, вернее, нам очень нравится заниматься, потому что Ольга Витальевна, она, педагог, наверное, с большой буквы, она может найти подход к каждому ребенку. И Ане очень нравится, да? Да. Ольга Витальевна, она очень добрая, ну, требовательная, конечно. И вот все уроки у нее проходят в такой доброжелательной, спокойной атмосфере. Мои учащиеся неоднократно участвовали в различных конкурсах, и городских, и республиканских. Были способные очень яркие ученики, которые, может быть, к сожалению, не пошли по музыке. Вот у меня был Никита Дружинин, я вот вспоминаю. Но есть выпускники, которые пошли в среднеучебное заведение, затем в высшее музыкальное учебное заведение. В начале текущего учебного года администрация детской музыкальной школы выдвинула Ольгу Витальевну на получение почетного звания заслуженной работник культуры Чувашской республики. Глава республики подписал указ о награждении этим почетным званием. Но это звание, конечно, это и радость, и еще в дальнейшем, я думаю, это опять-таки надо продолжать работать и трудиться с такой же отдачей. Надеюсь оправдать доверие и коллектива. Субтитры сделал DimaTorzok